Слав, ну ты только представь, вот просто река, а вот через реку, вот посмотри какая природа, там леса, там пляжи, там все, вот прям кайф, а вот с другой стороны, ну каменный Томск, просто каменные джунгли, ну просто не город, а сказка. А ты как-нибудь попробуй без карты по Томским дворам пройти, о, поверь мне, такое сафари ты уже точно никогда не забудешь. Слава, ну что ты постоянно краски-то сгущаешь, ну столько мест в Томске, мы еще не обследовали, ну время-то еще есть, пойдем. Осталось, ага, куда пойдешь? А я вот хочу объединить природу и уличное искусство, у меня есть пару идей. А я, видимо, традиционно пойду тебе еду искать. Слава, вот 19 серий тебя это не смущало, поэтому иди ищи, все, точка. Привет, я Слава, журналист и радиоведущий. А я, Игорь Поляцкий, свадебный специалист и тоже радиоведущий. Вместе мы расскажем про все самое интересное, вкусное и необычное. Это Гастротомск, погнали! Здесь хлебопекарное направление, здесь просторы кондитерского цеха, а это оформительский цех и сейчас я вам такую красоту покажу. Апупей. Я сговорю. Ну, Игорь, я сейчас тебе такой десерт сделаю с велюром и другими спецэффекциями. Здесь белый шоколад и какао-масло. Можешь не отпускать. Существуют ли какие-то тренды кондитерские, может быть, в этом году или вы уже на следующий год наметились? Последние два года и более это все клевобылочное направление, все, что связано со слоеным тестом. Это круассаны, разные там и другие формы этого теста и так далее. Это первое. Второе – это натуральные вкусы и сезонные продукты. Что же можно использовать? То есть, например, у себя на производстве меняем глобальную линейку два раза в год, плюс постоянно есть сезонные направления, которые мы используем. А еще у нас достаточно такой хороший тренд – это маленькие торты, которые, ну, то есть, на один ухудши туалет. То есть, маленький оформленный торт. Прогуливаясь по городу Томску, если просто зайти в какую-нибудь красивую арочку, можно насладиться просто нереальными видами. Знаете, сразу вспоминается вон тот чувачок, который предлагал всем розу принять. И его главные фразочки – сочный, мощный, яркий вид. Яркий вид – это от себя немножечко добавил. Ну, гляньте, просто красота. Смотрите, арт просто кайфовый. Сейчас мы будем осуществлять покрытие глиссажем. С другой стороны не будет. Нет, с другой не будет. С другой – это дно. Чтобы с обоих сторон бублик был закрыт. Все, отлично. Злорадство. Так оно и происходит. Насколько ты мечи в сладкоежке? В сладкоежке. Ну, на самом деле, мы выросли. В прошлом году мы увеличились в два раза. Только в прошлом году. И если посмотреть тенденцию вообще в городе, по конечному направлению, оно очень растет. И поэтому можно сказать, что мы прямо в сладкоежке. Потому что мы живем в Сибири, у нас мало лета. Поэтому хочется себя радовать. И я считаю, что радовать себя нужно правильно и полезно. Ну, а почему отказывать в праздник? Я думаю, что поддерживаю. Ботанический сад ТГУ – это тропики в сердце Сибири. Тут можно погулять, уединиться и найти для себя большой мир. Также здесь есть растения из разных концов света. А местные жители и приезжие приходят сюда и находят для себя что-то необычное и разнообразное. Я тоже нашел. Замечательные соли. Игорь, не знаю, может, ты завидуешь мне наконец-то. Я попал в рай, как по мне. Съем еще. О, ботанический сад. Ну, просто граффити, красота, улет. Вообще не жалею, что там побывал. Красота. А исторично-то как? Ты вот, кстати, знал, что вот этот вот памятник был открыт в честь воинов, которые участвовали в войне 1812-х? Ты мне зубы-то не заговаривай. Есть, есть или нет, есть? Да есть, есть. Пойдем. Тут же воин далеко. Редактор субтитров А.Семкин